Друзья мои, всем привет! Я вас приветствую на своем канале. Напоминаю, я занимаюсь помощью при покупке автомобиля. Если вам нужна помощь в приобретении японского автомобиля, который находится в городе Владивосток, да и вообще, в принципе, по всему Приморскому краю, обращайтесь. Итак, есть у человека миллион, один миллион рублей. Что сейчас можно купить за эти деньги? Сейчас я поеду на авторынок, я вам покажу. Много машин брать не буду, но в целом, в целом будет понятно. Попытаюсь показать вам состояние этих автомобилей. Также я вам хочу напомнить, что на Яндекс, Дзен, канал... Кстати, извиняюсь, в предыдущем ролике я сказал, канал называется Автозаказ. Канал называется Автозаказ 125, по-моему, через нижнее подчеркну. Друзья мои, это мошенники. Это не их канал. Там куча моих видео, и не только моих. Но опять же, они приплели туда фирму по привозу японских автомобилей, а фирма называется Автозаказ. Вот Автозаказ, это реальная фирма, которая существует, они работают. Короче говоря, не ведитесь, не переводите никому деньги. Если вы общаетесь по телефону, да, я, у меня один номер телефона. Всегда на звонки отвечаю я. Да, я могу не ответить на звонок, потому что я работаю. Если вы на меня не дозвонились, пишите мне в WhatsApp, обязательно буду свободен, я всем отвечу. Поэтому будьте, пожалуйста, внимательнее. Реально, не ведитесь. Кстати, я опять пошли какие-то, не знаю, байки, это не байки, то, что YouTube хотят закрыть. Вот, поэтому будет развиваться, наверное, и Routube. Routube. Русский. Это аж смешно, блин. Вот, честное слово. Routube придумали. Вот, и все-таки, я сейчас выберу свободное время, я сделаю канал на Яндекс.Дзен. Поэтому еще раз повторяю, не ведитесь. Проверка автомобиля у меня стоит 2000 рублей. Не 15, не 20, не 30 и так далее, а 2000 рублей по городу Владивостоку. Что касается пригорода, что касается других городов, это, естественно, обсуждается отдельно. Машины смотрим. Кстати, вот сейчас опять вопросы, да, пошли машины с Авито, со втору. Если вы скидываете машину с Авито, либо со втору, я вам советую найти ее на Дроме. Да, потому что, опять же, против Авито, а втору я ничего не имею, но у нас, по большей части, это развод. Есть у нас несколько компаний по Владивостоку, которых Дром просто заблокировал. И у них нет выхода, им приходится давать объявление именно на, именно на Авито. Так, комментируем, подписываемся, поехали, смотрим, что у нас продается. Так, первый автомобиль, это Honda Freed. Популярнейший минивэн 2012 год, это новая морда уже, стоимостью 950 тысяч рублей. Ну, конечно же, присутствует торм. Так что мы получим за практически миллион рублей? Перламутр, летнюю резину, без литья. Пробег 100 тысяч. Три ряда сидений, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть мест, они есть, семиместные. Отделка салона, багажное отделение, пластик. Вот здесь специально сделали трансформацию, чтобы вы посмотрели. Сидения крепятся по бокам. Вообще, Freed я частенько вам показываю, потому что это, друзья мои, реально популярный автомобиль, который постоянно в поисках. Данкрат, прячется у вас здесь в нише. Вот здесь такие вот выемки есть на сидениях. Третий ряд имеются подстаканники. Окошко, ну, есть у нас ручка. Также есть проход. На втором ряду сидений. Крышка багажника, отделка тоже идет пластиком. Вот Фридов, Фридов, Спайков, довольно хороший выбор. Установлены ветровики, есть бесключевой доступ. Электродверь, две электродвери. Если идет одна электродверь, то она находится с левой стороны. Сидения ездят вперед-назад. Также есть подлокотники, это очень удобно. То есть сзади места маловато, переднюю сидушку подвинули вперед. И отлично. Чистый салон, реально чистый салон. Даже садиться сюда не буду. Здесь вот такого плана поручни. Это тоже очень удобно. Казалось бы мелочь, но, ребят, это реально удобно. Ручки, кармашки, вешалка. Естественно, это электрические стеклоподъемники. Подстаканник, бутылочница. Коробка передач. Установлена здесь вариатор. Объем двигателя полтора литра. На фридах обращайте внимание вот на вот эти вот места. Они подвержены ржавчине. Получаем мы реально достойное состояние подкапотного пространства. Повторители. Отделка дверной карты. Наверное, 70 на 30. Сверху идет тканевая вставка. По низу идет у нас пластик. Также пластиковые подножки. Подстаканник со стороны пассажира. Обдув форточек. Действительно такая, знаете, длинная, широкая панель. Очень удобная. Три балла, три балла. 102 тысячи пробег. Ну, кузов, я думаю, есть окрасы. Небольшие. Нужно будет смотреть. Значит, по месту, что касается. Друзья мои, снимаю на телефон. Вот. Камеру, наверное, на себя не получится у меня развернуть. Не знаю, что там. Получается, как видно мне, не видно. Места, в принципе, достаточно, да. То есть и для ног, для коленок. И по ширине есть куда локоть положить. Очень удобно. Солнцезащитный козырек. Есть зеркало. Естественно, подсветка. Ну, и пойдем посмотрим, что у нас со стороны пассажира. Такой автомобиль удобен для путешествий, для выездов на природу. Особенно, если у вас большая семья. Итак, про коробку сказал. Здесь у нас всевозможные полочки. Есть регулировка руля по вылету. Ну, и, естественно, регулируется по высоте. Кстати, по вылету. Это очень удобная функция. Две электродвери. Антиюз. Есть автомобиль, где антиюза нет. Сам спидометр расположен прямо перед вами. Удобно. Мультимедиа система. Климат-контроль. Ну, вот такого плана здесь есть подстаканник. Кстати, хотел сказать, да, то есть многие приходят и смотрят на педали. Я вам скажу так, друзья мои. Педали это вообще не показатель по состоянию пробега. Вообще не показатель. У вас может быть пробег на автомобиле 50 тысяч километров. Да, у вас педалька будет стерта до железа. Может быть пробег на машине 150 тысяч. Она будет как новая. Все будет зависеть от манеры езды. Ну и в конце концов, педали. Педали, они конечно же, конечно же, меняются. Так, ну что тут еще есть до миллиона рублей? Есть пробокс. 18-й год. 18-й год. Он, у него, по-моему, две кнопки идет. Да, то есть пробоксы есть полностью на крутилках. Есть где две кнопки, есть где четыре кнопки. Есть сзади идет лавка. Есть мягкое сидение. Соответственно, от этого, да, и варьируется у нас цена на автомобиль. То есть пробокс, оксид. Полностью одинаковые автомобили. Берут их в основном в хозяйстве. Редко берут куда-то именно для семьи. Здесь автомобиль у нас идет с лавкой. Очень большое багажное отделение. Есть автомобили 4ВД. Есть автомобили передний привод. Здесь мы получаем тоже лития у нас нет. Литняя резина. Размеры резины 175-65. У нас 16. В принципе, в принципе, нормальный лиренс на автомобиле. Как видите, здесь лавка. Вот если ездить куда-то с семьей, ну, я говорю по чесноку, говорю честно, как оно есть. Неудобно будет. Сидеть будет неудобно. То есть если вы приобретаете такой автомобиль в семью, покупаете мягкое сидение. С мягкими сидениями. Здесь видно то, что на автомобиле что-то возили. Есть какие-то нюансы. Здесь сзади, как видите, у нас установлены весла. Господи, весла, весла, весла. Отвык я уже от этих весел. Объем двигателя полтора литра здесь. Коробка передач. Установлено вариатор. Автоматы у нас, друзья, закончились. Сейчас практически все автомобили идут на вариаторе. Ну, либо устанавливаться роботизированная коробка передач. Здесь вот. Ну, вот здесь японцы немножко не додумали. Вот здесь нет крышечки на бардачке. Я бы, конечно, сделал бы здесь крышечку. Очень функционально. Есть у нас вот такого плана стол. Действительно удобно. Он выдерживает 10 килограмм. Это довольно неплохая нагрузка. Ну, как такого климата нет. Все идет на крутилках. Вот здесь вот тоже панель, площадочка такая. Что-то можно засунуть. Японец выводил какие-то штуки сюда себе. Автосвет. Розетка. 12 вольт. Ну, еще вот здесь есть. Вот здесь есть подстаканник. Тоже солнцезащитный козырек. Ну, понятно, что здесь у нас идет. По отделке все попроще. Кстати, дверная карта идет полностью пластиковая. И, ну, довольно мало, да, здесь шумоизоляции. То есть здесь у нас идет сразу же металл. Комплектация у нас. Есть датчик предстолкновения. Зеркала складываются. Антиюз, корректор фар. Если установлен корректор фар. Вот. Токсинона на автомобиле нет. Также вот, назовем это подстаканник. Зеркала здесь нет. Даже со стороны, даже со стороны водителя. Карточки всякие, всевозможные. Можно сюда позасовывать. 850 тысяч рублей стоит данный автомобиль. Как видите, да, вот, Фриды, реально популярные автомобили. Их очень-очень много. Также рядом у нас здесь стоит Хонда Фит. Это старый кузов автомобиль 2010 года выпуска. Стоимостью 810 тысяч рублей. Представляете, объем двигателя 1,3 литра старых кузов. 810, да, я сказал, 800 тысяч рублей. Есть повторители. Летняя резина. Литья нет. Есть бесключевой доступ. Есть то, что у нас закрытый автомобиль. Парактис. G4 балла, девятый год. Ценник не указан. Сейчас зайду на соседнюю стоянку, поснимаю еще цен. Открывать, наверное, сегодня автомобили больше не буду. Представлен у нас Хонда Фит Шаттл. 2013 года выпуска. Он 865 тысяч стоит этот автомобиль. Габридная версия. Есть 4 ВД. Ну и, соответственно, не гибрида. Рядом стоит еще один Фит. 2011 год. 745 тысяч. Есть в статистике. Toyota Vish. Автомобиль 2010 года. Белый перламутр. 1 миллион 50 тысяч рублей. Комплектация не из богатых. Toyota Siento. Это минивэн. Но минивэн, знаете, вот Фриды, Спайки. Они пользуются большей популярностью, чем Siento. 925 тысяч. Она у нас каким-то волшебным образом сама открылась. Здесь три ряда сидений. Третий ряд сидений. Прячется здесь пол. Вот опять, пожалуйста. Для вас здесь все продемонстрировано. Полная, скажем так, трансформация салона. Подстаканник тоже. Окошко небольшое. Место. Места здесь мало. Реально мало места. Третий ряд сидений. Дверь электро с левой стороны. Вот такая вот здесь трансформация салона. Отделка дверной карты тоже присутствует. Небольшая тканевая вставка. Ручки. Поручни здесь нет. Тоже небольшая тканевая вставка. Автоматический стеклоподъемник. Сидений. Естественно, ездит вперед-назад. Бардачок. Лежит аукционный лист. 4 балла, ребят. 4 балла. 108 тысяч пробег. Кузовщина, судя по аукционнику, целая. Но, напоминаю, нужно проверять абсолютно любой аукционный лист. Видите, какого здесь полочка. Чик. Допрячься. Дулечки. Есть верхний бардачок. Подлокотник. Ой, я без подлокотника жить не могу. Вот сейчас. Мне либо подлокотник, либо бардачок, да, куда вот можно руку свою опереть. Локоть. С правой стороны дверь. Механическая. Я вам скажу, места, в принципе, здесь довольно много. Нормально на втором ряду сидений. Тоже чистота. Садиться туда не буду. Ага, вот полез одной рукой. Все, поставил на место. Такой вот автомобиль. Так, чик. Обратно сделать одну руку неудобно. Сейчас сделаю. Дверь с доводчиком идет. Дверь с доводчиком идет. Расположено тоже посередине. Это удобно. Климат. Всевозможные подстаканники. Коробка передач. Вариатор. Вот такой вот, ребят, для вас сделал обзор. Машин реально полно. Машин очень много. Вообще, всяких разных. Поэтому, если вам нужна помощь, обязательно обращайтесь. Я вам помогу. Всем пока.